Всем привет! Сегодня я вам покажу самый обычный санузел в площади всего 3 квадратных метра. То есть, частил с размерами 5, 6, 7 квадратных метров. Давайте посмотрим, как в обычном человеческом санузле, и обычно у обычного самого гражданина в Российской Федерации санузел, скорее всего, не больше, он всего 3 квадратных метра. Естественно, это ванна, и за стенку у нас есть обычный туалет, еще полтора квадратных метра, даже чуть меньше. Что можно разместить в санузел 3 квадратных метра? Для начала о размерах. Метр шестьдесят пять на метр семьдесят пять. Обычный санузел в панельке, в пятиэтажке, в хрущевке, что-то похожее. Сюда влезла раковина 80 на 45, якобделофон, очень, кстати, практичная раковина с большой чашей. Дизайнерский смеситель купили. Немножко непрактичный, я считаю, сюда эта плоскость будет забрызгиваться, довольно необычно он работает. Среднее положение его отключает. Очень интересный слив на раковине. Если нам нужно постирать что-то, наполнить, мы нажимаем на эту кнопочку, все, вода не сливается. Опять на нее нажимаем, но что-то, по сути, как на кухнях современных. Справа у нас розеточка и выключатель. Зеркало, к сожалению, еще не приехало. Далее мы сделали душевой подиум из плитки. Запилили под 45 градусов, сделали небольшой бортик и на этот бортик поставили тоненькие остекления. Бортик, причем, запиленный с двух сторон по 45 градусов. Посмотрите, какая тонкая, аккуратная работа сделала наш плиточник Владимир. На него обязательно оставлю ссылочку, чтобы вы посмотрели, что за мастер укладывал плитку. Объект, кстати, организовал наш прораб Павел. На него тоже ссылочку оставлю. Далее идем по размерам. Здесь подиум у нас 800 на 1,75 метра. Я считаю, что 800 это самая маленькая ширина для подиума. Уже уже просто некуда. При этом, например, объясню, как вы должны подходить к размерам подиума. Если у вас подиум квадратной формы, то минимальный его размер должен быть 900 на 900. Потому что, когда вы ставите остекление, вы дополнительно еще съедаете, и по факту у вас внутри остается меньше. Когда у вас вытянутый душевой подиум, то вы можете уже уменьшить ширину до 800 спокойно, потому что вы сможете наклоняться вперед. Здесь совсем длинный 1,75 метра, но я считаю, что 800 на 1,10 метра, 800 на 1,20 метра уже очень комфортный подиум душевая, в котором вам будет удобно мыться. Если же квадратный, повторюсь, то квадратный лучше делать 900 на 900. Здесь бы квадратный не влез. Здесь есть отдельный рядом санузел с унитазом, поэтому здесь задача была разместить раковину, душевую и стиральную машину. Сюда встает как раз стандартная стиральная машина 45 на 60. Под ней находится датчик протечки, все подключение будет спрятано за ней. А над ней находятся потом скрытые подключения для большого полотенцесушителя. Я считаю, что практичнее сделать планировку в таком маленьком санузле не получится. Естественно, вы можете не делать душевой подиум с длинным лотком, вы можете вместо этого сюда как раз-таки в метр 70 поставить ванну в три стенки, как я вам часто рассказываю, зашить фасад из плиточки. И, если захотите, потом такое стекление поставить на ванну. Или оставить обычную шторку, кому что больше нравится. Здесь же маленьких детей не будет, поэтому приняли решение, что вот такой душевой подиум самое практичное решение. Остекление, как видите, состоит из двух лухих створок, слева и справа, и из движной дверцы, которая легко закрывается. Здесь она примагнитивается, и водичка не пройдет, можно спокойно мыться. Понятно, что за этим остеклением надо ухаживать, некоторых это бесит, а некоторым наоборот. Кто чистюля, кто нормально убирается, гораздо приятнее, когда у вас такое остекление, которое отделяет вас полностью от сухой зоны, и вы можете здесь булькаться как угодно. Все-таки такая длинная душевая, 80 на метр 70, позволяет спокойно вдвоем здесь побыться. Здесь стоит смеситель с терморегулятором, без излива, как видите, для душевых, с короткой лейкой. Очень часто я говорил, что люди делают ошибки, и иногда путают и покупают, например, смеситель для душевых на ванну. У вас не получится поставить, лейка будет слишком низко. Стандартная высота 2,20 у нас до тропического душа, и есть, естественно, леечка. Излив сюда не ставили, потому что здесь никто не будет набирать и что-то мыть в этой душевой. Для этого есть гигиенический душ рядом с унитазом. Далее, сам санузел стоит у нас. Дверь скрытая, так называемая Invisible, покрашена многостойкой краской. И после ее монтажа коробки, как видите, были сделаны откосы из плитки под 45 градусов аккуратно. Потолки у нас гипсокартонные, с встроенными точными светильниками, вентилятором в потолке, и есть ниша со скрытой подсветкой. Причем, обратите внимание, что плитка не доходит до потолка. Мы от пола делали целую плитку, дошли до высоты 2,40, и еще 20 см сверху сделаны просто аккуратные покраски из влагостойкой краски. И на потолке тоже влагостойкая краска, потому что все-таки это санузел, и здесь обычной краской потолочной краски ни в коем случае нельзя. Иначе, если, не дай бог, на потолке будет конденсат, она вся у вас придет в негодность. Это интересное решение, когда плитка не доведена до потолка. Далее было просто приклеен гипсокартонностью, было пришпаклевано и подготовлено под покраску со стеклохолстом. Смотрится вроде совсем неплохо. Кстати, напоминаю, что мы занимаемся полностью подбором всех материалов. Если вам что-то захочется узнать, что за название плитки здесь использовано, что за смеситель, раковина, вы всегда можете перейти в описание посылочки на наш проект «Помощник по ремонту» и через нас узнать, что это за материалы. Через нас можете также заказать со стопроцентной гарантией, с нашей ответственностью, потому что наши поставщики нас подводить не будут. А если подведут, то мы с вами с ними решим все вопросы, и это не будет вашей головной болью. Пожалуйста, напишите свое мнение, как вам этот санузел, задавайте свои вопросы. Обязательно по этой квартире сделаю кучу интересных и полезных роликов. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч. Пока-пока.